Упростить проведение геологоразведочных операций для инвесторов планируют в Казахстане. Депутаты Мажелиса рассмотрели соответствующие поправки в Кодекс о недрах и недропользователях и одобрили их в первом чтении. К слову, эти законодательные новеллы касаются разведки именно углеводородов. Кроме того, новшество позволит оптимизировать и процедуру экспертизы базовых проектных документов и возмещение затрат на неё. Документ также предусматривает снижение финансовых и админ издержек недропользователей. Вместе с тем, это позволит улучшить регуляторные условия проведения операций по недропользованию, а именно оперативно перейти на практические геологоразведочные работы, сократить сроки всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев, устранить административные издержки по процедурам более чем в два раза, со 120 до 50 дней, повысить инвестиционную привлекательность. Можилис одобрил поправки в ещё один законопроект. Он направлен на развитие и продвижение несырьевого экспорта и создание нового экспортно-кредитного агентства. Последний, к слову, будет работать с учётом опыта таких стран, как Венгрия, Россия, Австралия и Индия. Заниматься в частности новой организацией будет финансированием, страхованием и перестрахованием экспортных кредитов и инвестиций. Агентство будет выполнять функции, которые не схожи с функциями других организаций. От работы агентства ожидаются следующие результаты. Прежде всего, достижение индикатора национального проекта «Стабильный экономический рост», направленный на повышение благосостояния казахстанцев в части увеличения объёма экспорта несырьевых товаров до 41 миллиарда долларов США к 2025 году. Экономикалық осы ултоп жобасын индикаторына кол жеткізу.